Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, когда на богослужении мы услышали звук чего-то пролетающего в небе, многие на исповеди смутились. И, вы знаете, мне вспомнилось, хотел я пробовать другим начать, но мне вспомнилась история со святителем Иннокентием Одесским, когда бомба взорвалась возле Преображенского собора во время Русско-Турецкой войны. И святитель сказал, что устрашились верные сего бренного гласа, что же будет, когда будет великий и страшный суд Господний. В сегодняшний день мы чествуем тех угодников Божиих, которыми, по сути, услеждалась Церковь святых первонарховных апостолов Петра и Павла. И чествуем мы преподобного и богоносного Отца нашего Паисия Святогорца, который уже является одним из небесных доступников холодной баллы. Потому что здесь воссияет Храм честь Него, трудами Отца Вячеслава, и даст Бог нашими грешными трудами. Что объединяет апостола Петра, которому Господь обещал дать ключи Царствия Божия, и апостола Павла, который имеет месть обоюдно-острый Слово Божие, и преподобного и богоносного Паисия Святогорца. Прежде всего то, что эти все угодники Божии не боялись смерти, и всегда их любовь была исполнена настоящей жертвенностью. И сегодня, ввиду того, что мы услышали во время службы, хотелось бы вспомнить слова преподобного Паисия, который говорит о том, что смерть боится того, кто не боится смерти. Апостол Петр, когда его хотели рассказать за то, что он проповедует Христа, посчитал себя недостойным такой же смерти, которой исподобился Господь, и апостолы Петра на кресте растяли вниз ногами, как смерти он не боялся. Для него был важен Господь. Апостол Павел не боялся усечения мечом, как гражданин Рима, и также не боялся смерти, и возлагал сухования на Бога. И сегодня мы чествуем не день рождения апостола Петра и апостола Павла, а в Церкви принято устраивать праздник, когда приходит рождение в вечность. И вот апостол Петр и Павел, память которых Церковь совершает в один день, они приблизительно в одно время представились, и Церковь чтит их в один день, именно из-за того, что показывает, что в Церкви бывают разные люди, разный подвиг у людей, разная мера, но жертвенность этих святых апостолов, которые именуются Церковью Первоверховными, она восхваляется, потому что они не боялись смерти, и Христос был ими проповедан, как победитель смерти. В житии преподобного Паисия Святогорца мы тоже можем найти множество примеров, когда он, еще не будучи постриженным монахи, подрезался, вернее, когда он нес службу в армии, он брал на себя подвиг, спасая из-под обстрелов своих заслуживцев, и также не боялся смерти. И поэтому, когда он уже обрел равноангельный образ, постригся в монахи, подвязаясь, неоднократно на него ополчался Лукавый, и он его преподобный посраблял Лукавого, потому что он не боялся смерти. Для нас, дорогие братья и сестры, праздник, даже все три праздника, которых мы сегодня празднуем, память Касперовского образа и благословенной владыщицы, цимолитвами которой Господь сохраняет нас, и память первоверховных апостолов Петра и Павла, и память преподобного Боисия Святогорца, это прежде всего церковное добрословие. Потому что для человека, который церкви не принадлежит, эти праздники ничего не значат. Но для нас, людей церковных, они имеют великое значение. Чтим при благословенном владыщецу Богородицу, потому что исходит от этого образа, от образа чудотворного Касперовского благодать, и Богородица наступает молящимся перед этой святой иконой к ней и подает все необходимое ко спасению. Чтим мы первоверховных апостолов Петра и Павла, и каждый раз повторяем, заметьте, когда мы молитву ко причащению читаем, мы повторяем слова первоверховных апостолов, повторяем слова апостола Петра, его исповедания веры, когда говорим, «Веруй в Господи и исповедуй, Ты истинный Христос, Сын Бога жива». Это исповедание апостола Петра, которое мы буквально сегодня повторяем в евангельском чтении из-за Божественной Литургии. И повторяем сразу же слова апостола Павла, который говорит, «Пришедай грешные спасти, от них же первые есть мазки». И вот церковное торжество заключается в том, что церковь чтит сегодня и простеца апостола Тетра, который проповедовал воскресшего Господа и всегда был горяч в репности на берег земной жизни, и апостола Павла, который был высокообразованным, и чтит церковь этих подников Божиих, тем самым показывая, что мы разные, но один для другого являемся членами церкви Христовой, частями организма, тела Христова. И в церкви находится место разного людям, но все мы призваны прославлять Бога. И люди по-разному в церкви себя ведут. Это тоже необходимо помнить. И к людям, которые в церкви, которые один на другого не похожи, но объединяет нас один Господь, одна вера, одно крещение, но все мы остаемся при этом разными, потому что Господь сохраняет разнообразие, отпечатку образа Божия в нас. И вот, дорогие братья и сестры, в нас может быть горячая вера апостола Петра и его простота, глубокая образованность апостола Павла и глубина мудрости, и великое смирение, такое, как у апостола Павла. И то и другое засчитал в себе преподобный поисий Святогорец. И он же говорит о церкви следующие слова. Церковь – это корабль. И кто-то на этом корабле ничего не делает, кто-то спит, кто-то пытается бороться с волнами житейских пуль, но, тем не менее, корабль церковный продолжает свое шествие по водам в жизненно вопушующего моря, и при этом каждый, кто находится в церкви, продолжает свое движение, невзирая ни на что. У каждого мера подлинна своя. И вот преподобный поисий Святогорец говорит о том, что поэтому важно входить в храмы Божия, посвящать богослужения, причащаться в святых христовых тайн, чтобы на корабле церковном достигнуть тихой гавани спасения. Пусть же молитвами первого духовных апостола Петра и Павла, преподобного поисия Святогорца и наибача преблагословенной Владычицы Богородицы, Господь дарует нам твердое упование на Его Божественную милость, твердое упование на Его волю и всецелое доверие о том, что Господь сохранит нас, если мы не будем бояться смерти, это победитель смерти, сокрушит всякие поздние мразы, сохраняя каждый дом, каждое сердце и каждый голос на главе уповающего на Него Павли. Спасибо Господи. ...умножает Вашу силу. Примите сию простору, поздравлю, и Господь дает Вам множество сил на каждый день Вашей жизни. Спасибо Господи. Я рад. Спасибо Господи. ...умножает Ваша сила, и Господь имени Вашему будет жить, чтобы у Вас вера была, 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 была. Спасибо Господи. Спасибо Господи.